Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рейдж, хотя на самом деле не важно на каком я проекте, потому что сегодня буду рассказывать как из вот такого графона можно сделать вот такой и вообще любой какой вы только захотите, серьезно, без шуток. Для этого вам понадобится квант, ENB и Reshade, но весь видос будет посвящен Reshade. По ENB у меня есть видос, сейчас вставлю его в подсказочку и в описании скорее всего он тоже будет, как установить ENB на Rage. Это делается очень просто, примерно так же как и Reshade. По поводу Reshade тут все очень просто, но я еще расскажу разумеется как его настроить, как настроил я и расскажу куда вам в какую сторону глядеть для того, чтобы вы его настроили под себя. Короче здесь просто нажимаете скачать, Reshade, тыкайте два раза по Reshade и здесь вам нужно нажать вот на эту вот кнопочку, то есть указать тот путь куда вы будете устанавливать Reshade. Вам нужно зайти в папочку с Rage, она у всех находится примерно в этом месте и тыкнуть здесь вот на вот этот вот значок GTA 5 или на Rage MP. Ахер его знает. Я с первого раза тыкнул на какое-то и угадал. Короче, неважно, если не получится, просто тыкните на другой значок, нажимаете открыть, Next и здесь обязательно устанавливайте DirectX 10, 11, 12. Смотрите, главное здесь галочки не было, потому что я на другую игру сегодня устанавливал Reshade, 10 раз не мог его установить, а потом дошло то, что у меня вот так вот в итоге две галочки стояли, в итоге нажимаете Next. У меня из-за того, что уже Reshade установлен, он мне не дает сделать то же самое. Короче, тут просто будет список из кучи галочек, вы устанавливаете абсолютно все галочки, тут в правом верхнем углу будет кнопочка выделить все галочки и просто устанавливаете Reshade. И все таким образом он у вас установился с первого раза, в любом случае тут ничего не может произойти, потому что Reshade несколько уже лет, он работает на почти там вообще всех играх, которые есть на планете, поэтому никаких проблем у вас возникнуть с установкой точно не должно. После этого вы нажимаете кнопочку Home, это она по умолчанию Home, но вы можете зайти в настройки, желательно это, кстати, сделать, потому что тут на смотре вообще админка открывается на Home. Поэтому вот здесь вот эта вот кнопочка, это изменить, то на какую кнопку открывается Reshade, давайте установлю ее на плюсик, хер с ним, нампад плюс. И вот эта вот следующая кнопочка, это включить и выключить эффекты, у меня она установлена на точечку, на нампадовской клавиатуре. То есть таким образом, нажимая вот на эту кнопочку, включаются или отключаются эффекты. Это очень удобно, очень легко делать, смотреть, что вы нахуевертили в итоге со своим Reshade. Я Reshade делал в данный момент себе чисто для скринов, потому что мне объяснял, как настроить Reshade под скрины мой друган, который уже очень давно этим занимается. Ну как очень давно, достаточно давно. Таким образом я захожу в ENB-шечку, включаю размытие, его, кстати, тоже можно настроить в ENB-шечке. И, кстати, помимо ENB, такое же размытие можно настроить и в Reshade, но я уже в ENB этим занимаюсь. И нажимаю точечку, и вот такой вот результат, в принципе, у меня получается для скринов. Меня, в принципе, вполне устраивает. Именно в это время суток, именно при такой погоде, например, если включить... Куда я жмал? Например, если включить дождь, сейчас немножечко у нас капелек появится на дороге, я покажу, как это выглядит с дождем. И также расскажу про одну очень серьезную особенность. Почему вам нужно будет делать, скорее всего, несколько пресетов под Reshade. Итак, смотрим, вот так вот выглядит он с дождем, без Reshade включенного. Также заходим в камхак, и вот так вот выглядит сейчас игра с этим Reshade. Так, да, окей, ладно, что-то я сильно много времени на это потратил. Давайте... А, ну хотя что? Вы и так видите, какие тут у меня параметры включены. Пройдемся снизу вверх, наверное. Вот это вот, ну, точнее, по основным параметрам. Это виньетка. Для того, чтобы, грубо говоря, фокус был на тачке. Настроена она у меня вот так, на самом деле... Где она? Вот так вот она у меня, короче, настроена. Тут, на самом деле, настроек не очень много. Просто у вас виньетка либо огромная, вот такая, либо вот такая. Просто этот вот параметр, короче, двигаете и смотрите, как вам больше нравится. А виньетка для скринов и для видосов, для видеоряда очень хорошо помогает. А, давайте покажу одну забавную особенность. Какие, в принципе, есть возможности у Reshade. Сейчас вы поймете то, что в Reshade вообще есть все возможности, которые только нужны. Если вы вообще, кстати, не знаете, что такое Reshade. Сорян, то, что тут будет много воды, я просто стараюсь сделать видос таким, чтобы вы вообще просто все поняли. И даже если вы думаете ставить, вам решить или не ставить, сейчас я вас заставлю его поставить. Смотрите, во-первых, сколько тут параметров. Поэтому я и говорил то, что вы сможете, в принципе, настроить графон под себя. И сможете получить абсолютно любую графику, какую только захотите. С любыми цветами, с любыми лутами, эффектами, вообще совсем чем угодно. Сейчас немного, короче, асфальт высохнет. Вот еще одна фишечка забавная для видеоряда, для скриншотов и вообще показать возможности, в принципе, Reshade. Это, вот, кстати, да, как я говорил, на сухую погоду Reshade уже выглядит очень плохо. Вот, мне прямо сейчас в городе реально не нравится, как он выглядит. Поэтому у вас тут будет, наверное, очень много пресетов. Вот, SSR параметр. Он добавляет отражение на дорогу, подобие того, что как будто у вас недавно прошел дождь. Даже вот такая забавная херня. Есть в Reshade. Понятно то, что это выглядит нереалистично. Это просто какая-то, грубо говоря, пленка. Вместо того, чтобы там были лужи, еще что-то. Но для видеоряда, там, типа, для коротенького. Или для прикольного скрина. Особенно с размытием, в принципе, использовать можно этот параметр. А у вас, скорее всего, будет баг в этом параметре. Поэтому вот сюда вот тыкаете. И вот здесь вот с нолика, вот, я покажу, как будет выглядеть, скорее всего, у вас. Вот, вот так вот у вас будет выглядеть. Поэтому здесь с нолика вы ставите на единичку. И все у вас будет выглядеть плюс-минус нормально. На самом деле, в Reshade есть еще один параметр, отвечающий за отражение. И один человек, который снимал видос вообще по другой игре, сказал то, что ему другой параметр нравится больше, чем этот. Он выглядит более реалистично. Но я забыл, что за параметр. Сам буду я пользоваться, скорее всего, этим. Опять же, давайте посмотрим. Нравится мне, как выглядит Reshade, например, в городе. Вот, без Reshade, а вот с Reshade. Ну, слушайте, да, особенно если, типа, в тенек заехать и немного покрутить параметры, убрать так много оранжевого, то, в принципе, должно выглядеть неплохо. Давайте даже, кстати, может быть, сейчас даже попробуем. Сейчас я вам покажу абсолютно все свои настройки, не переживайте. Вот этот параметр позволяет убрать красный цвет. Ну, в данный момент плюс-минус оранжевый. И таким образом его можно убрать. Останется только зеленый и синий, как вы видите. Таким вот образом можно настроить весь Reshade. Давайте, вот, покажу вам все свои параметры. Вот вы видите их сверху вниз. И если вам просто нужен именно такой же пресет, как у меня, чтобы от него отталкиваться, то вот ставьте такие же параметры, как у меня. И от него отталкивайтесь. Самое важное, гайд по Reshade от моего другана. Я вам не буду зачитывать все, что он тут расписал. Я, кстати, даже сам не читал. Я просто посмотрел, какие галочки у него поставлены. И от этих галочек уже отталкивался и сам их настраивал. А здесь он объясняет... Давайте я вам даже немного увеличу, чтобы вам комфортно было смотреть на YouTube, читать. И пока я разговариваю, вы просто и показываю, вы можете ставить на паузу и смотреть, что этот человек объяснял. Что-то он слишком много всего понаписал. Вот. И напоследок скажу за основные параметры и понимание Reshade я обязан этому типу. Ну и он всегда готов за копеечку помочь с графикой, если самому лень настраивать. Ну и мое мнение, ебаная субъективщина, тот же Silva или Smile преуспели в Reshade много и намного больше. А я так, база. Я по ситуации, говорит, могу делать красоту. Да, кстати, этот человек, он мне как раз таки делал превьюхи мои... Ну как делал? Он мне просто скидывал скрины, хвастался, а я их брал на превьюхи. Очень удобно. Так вот, основное мое предостережение по Reshade это то, что, опять же, я вам повторюсь. Я настроил Reshade за пару минут, зашел на тестовый сервер и была примерно вот такая же погода. И Саня рестартнул мне тестовый сервер для того, чтобы залить туда обнову. И сменилась погода. Ну то есть сменилось время суток вообще полностью, там с вечера на день. И все, мне перестал нравиться мой Reshade, то как я его настраивал. Мне пришлось его перенастраивать заново под вот такую вот погоду. И у вас будет такая же проблема, если вы для фоточек этим занимаетесь, то вам придется постоянно его перенастраивать. А если вы просто хотите сделать универсальную графику, там подтянуть оранжевого цвета, чтобы побольше было на рассвете, на закате. Как-то тени навалить или еще что-то. То вы тогда сможете играть с этим постоянно, опять же, типа. Меня так и предупреждали, я говорю, только тест выключился, погода сменилась и все ультра по пизде пошло. Это, говорит, база. Ну да, уголь мне так и написал, то что все зависит от машины, от цвета, от окружения, типа от погоды, от всего на свете вообще. Он, кстати, еще один фильтр скинул. Я пропустил. Выглядит он как Lightroom. И он сказал то, что в нем очень много настроек. Да, я вижу. Красный цвет изменить. Уууу. Ууу, это еще не все было в этом. Ууу. О, тут отдельная виньетка, блин. Виньетка, кстати, в Lightroom тоже есть. Я думаю, в принципе, вы поняли то, что если захотите разобраться в решейде, то вы сможете сделать, в принципе, абсолютно любой графон, который только сможете. Вы можете зайти в интернет, посмотреть, что люди с помощью решейда делали в AssetiCourse, там в Beam, еще где-то в других играх. То же самое по GTA, в принципе. Люди делали просто невероятно крутые штуки, добивались очень крутого графона. И вы, в принципе, можете сделать то же самое. А, кстати, жрет он FPS или нет? Да, FPS он много жрет с моими параметрами. Вот у меня сейчас 98 FPS. Ну, короче, процентов 15 он FPS жрет. И ENB еще процентов 100, блядь, жрет от FPS. И на этом, в принципе, все. Всех люблю. Всем спасибо то, что смотрели. И всем пока.